Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский король Баварии из династии Виттельсбахов, старший сын Максимилиана II, вошел в историю как сказочный король благодаря эксцентричному поведению и построенным при нем замкам, самой знаменитой из которых Найшвенштайн. Биография родителей и детства. Старший сын Крунпринца Максимилиана и Крунпринцессы Марии Фридерики, Людвиг II родился в Мюнхене 25 августа 1845 года в 0 часов 30 минут. При крещении он получил имя Отто Фридрих Вильгельм Людвиг, но по настоянию его деда, который родился также 25 августа, мальчика назвали Людвигом. Спустя три года, в 1848 году, родился брат Людвига Отто. Детство и юность братья провели преимущественно в замке Хоэншванга в окружении воспитателей. После отречения деда Людвига I в 1848 году баварский трон занял отец Людвига Максимилиан, а Людвиг получил титул Крунпринца. Во время первого посещения 2 февраля 1861 года оперной премьеры Рихарда Вагнера Лаэнгрен у Людвига пробудилась страсть к оперной музыке, что и повлияло на его судьбу. Будучи в Мюнхене летом 1863 года, молодой принц знакомится с Бессмарком. Вступление на престол король Максимилиан умер 10 марта 1864 года. В тот же день королем Баварии был объявлен 18-летний Людвиг. 11 марта в 10 часов утра в зале заседания Государственного совета Людвиг принес клятву на Конституции Баварии. Новый рослый король впервые предстал общественности на траурной церемонии похорон своего отца 14 марта. С самого начала Людвиг занялся вопросами развития культуры. К примеру, уже 4 мая 1864 года лично познакомился с Рихардом Вагнером. Его финансовая поддержка Вагнеру в 1865 году составила 170 тысяч гульденов. Людвиг выделил средства на музыкальную драму Вагнера «Кольцо Небелунга», которую тот должен был написать за три года. В декабре 1865 года Людвиг был вынужден пойти навстречу требованиям правительства, жителей Мюнхена и его собственной семьи и выслать непопулярного Вагнера из Баварии. Но близкая дружба короля и композитора поначалу сохранялась. Премьеры опер Вагнера Тристана Изольда, Нюрнбергские мистер Зенгеры, Золото Рейна и Валькирия состоялись в Мюнхенском национальном театре. С 1872 года Людвиг слушал оперы Вагнера без публики. Он также финансировал строительство дворца фестивалей Рихарда Вагнера в Байройте и поддерживал созданное Марией фон Шлейнец Байройтское патронажное общество «Война против Пруссии». 11 мая 1866 года Людвиг подписал приказ о мобилизации, к которым Бавария вступала на стороне Германского Союза и Австрии в войну против Пруссии. Не имевшись склонности к военному делу, Людвиг передал военную политику в руки своих министров и уехал в Швейцарию на встречу с Рихардом Вагнером. 22 августа был подписан мирный договор, в соответствии с которым Бавария обязалась передать командование своими войсками Пруссии, выплатить Пруссии 30 миллионов гульдонов в качестве репарации и уступить Пруссии Герцфельд и Баторб. В это время состоялась единственная поездка Людвига по своей стране. Он проехал по Северной Баварии через Байруид, Бамберг, Батки, Синген, Ашафенбург и Вюрцбург. Завершилась поездка в Нюрнберге, где король провел 8 дней. После нее он отдался своим романтическим идеям и удалился в свои замки, руководя страной через послание. Личная жизнь и сексуальная ориентация главным переживанием в жизни Людвига в начале его правления было давление, оказываемое на него и призванное настойчиво напомнить о необходимости произвести на свет наследника. В 1867 году этот вопрос уже вышел на первый план. Людвиг хотел обручиться с Софией Баварской, младшей сестрой его близкой подруги Елизаветы Австрийской. Невеста приходилась ему двоюродной сестрой. Они оба разделяли глубокий интерес к работам Вагнера и вели переписку под псевдонимами персонажей оперы Вагнера «Лаэнгрин». Она была Эльзой, а он, что примечательно, не чувствует себя влюбленным Лаэнгрином и выбирает себе псевдоним Генриха. Помолвка была объявлена на 22 января 1867 года. Несколькими днями ранее Людвиг писал Софию на Баур 1998 п. 40. Подготовка к бракосочетанию велась особенно тщательно. Папа Пий IX дал соответствующее разрешение, требуемое кодексом канонического права, поскольку жених и невеста были близкими родственниками. Но Людвиг неоднократно переносил дату свадьбы и все больше дистанцировался от происходящего. Хотя уже выпускались открытки с королевой Софией и была готова свадебная карета стоимостью в миллион гульденов. В конце концов 7 октября 1867 года Людвиг разорвал помолвку. Это решение ошеломило не только родителей Софии, но и родню Людвига и высшую знать. Елизавета Австрийская писала матери Бригит Хаман, Элизабет Кайзерину Айдер Уэлен Манчин Уэлен 1982 стр. Р. 517 Людвиг писал своей бывшей невесте на Баур 1998 п. 40 Никто не догадывался, что спустя три дня после решения о помолвке София влюбилась в коммерсанта Эдгара Ганфштенгля и тайно встречалась с ним во дворце Пель, а в конце концов вышла замуж за Фердинанда Филиппа Илансонского. Людвиг никогда не был женат и неизвестно о каких-либо его любовницах, как известно из его дневника, личной переписки и других дошедших до нас источников. У него были сильные гомосексуальные желания. Всю свою жизнь провел в подавлении сексуального влечения, чтобы остаться верным христианской вере. Сохранились сведения о ряде его тесных дружеских отношений с мужчинами, в том числе его главным придворным конюхом Рихардом Харнигом, венским театральным актером Езефом Кинцом и придворным королем Альфонсом Выбером. Оригиналы дневников Людвига, написанных позднее 1869 года, были утрачены во время Второй мировой, но остались все копии, сделанные в ходе расследования, проведенного в рамках заговора в 1886 году. Некоторые ранние дневники сохранились в секретном архиве в Мюнхене, а отрывки более поздних дневников были опубликованы версом в 1986 году. Императорское письмо в 1870 году по причинам политического характера Бавария приняла участие в франко-прусской войне, направив 55 тысяч солдат. Людвиг насторожен отнесся к провозглашению прусского короля императором. 30 ноября 1870 года он подписал составленное от фон Бисмарком так называемое императорское письмо, которым просил прусского короля Вильгельма I принять титул немецкого императора. За это Бисмарк гарантировал Людвигу значительные денежные выплаты из специально созданного фонда Вильфов. В церемонии провозглашения Кайзера Германии в Версале 18 января 1871 года Людвиг не участвовал. В последние годы жизни король все больше сторонился публике он уединился в замке Найшванштайн. Его поведение казалось некоторым министром унизительным, по причине того, что им приходилось разыскивать его в горах. Чтобы получить подписи на документах, его долги росли. Строительство некоторых замков было приостановлено. День и ночь поменялись у Людвига местами, за что его стали называть «Лунным королем». Из-за его пристрастия к уединению и замкнутости в своем мире от него стал удаляться и близкий друг, венский актер Йозеф Кайкрат Кэнце. Их дружба началась в апреле 1881 года с совместной поездки по Швейцарии и по следам Вильгельма Телля. Но лучшим его другом и человеком, понимавшим его больше всех из его окружения, была императрица Австрии Елизавета Баварская. Они часто беседовали о духовности и искусстве. Это была настоящая духовная близость двух непонятых окружением Серцец, воспринимаемая некоторыми современниками, как нечто большее, чем просто дружба. Его последним более-менее официальным появлением стала поездка в Байроид на генеральную репетицию Байроидского фестиваля в 1876 году. Стали ходить слухи о душевной болезни короля. Людвиг был очень своеобразным и безответственным, но вопрос о клиническом сумасшествии остается нерешенным. Известный немецкий исследователь мозга Хайнс Хефнер не согласился с утверждением, что безумие Людвига было очевидно. Другие полагают, что он, возможно, страдал от воздействия хлороформа, использовавшегося для облегчения хронической зубной боли, а не какого-либо психического расстройства. Его двоюродная сестра и друг императрица Елизавета отмечала, король не был сумасшедшим, он был просто эксцентричный, живущий в мире грез. Они могли бы относиться к нему более мягко и, возможно, пощадили бы его в страшный час. Лишение дейспособности 8 июня 1886 года консилиум врачей на основании показаний свидетеля и без личного осмотра пациента объявил Людвига II, неизлечимо душевно больным. 9 июня правительство лишило короля дейспособности. В ночь на 10 июня от имени министров Найшванштайн на нескольких каретах прибыла специальная комиссия, целью которой было вывести короля Людвига II на принудительное лечение. Но ее не допустили в замок верные королю жандармы пожарные подоспевшие на шум местные жители, очень любившие своего короля. Комиссия вынуждена была искать прибежище в соседнем замке Хуэншванга, где была арестована и затем выслана обратно в Мюнхен. 10 июня король попытался воззвать к народу Баварии, послав в газеты открытое письмо о том, что его хотят объявить сумасшедшим безо всякого на то основания. Но все письма были перехвачены, кроме одного, потому лишь одна газета напечатала это письмо, но ее тираж был изъят по приказу правительства и не поступил в продажу. Так что ни одна публикация не дошла до народа, который любил Людвига II и мог бы стать на его защиту. Большинство его писем и телеграмма о помощи были умело перехвачены министрами и лишь телеграмма Бисмарку дошла до адресата. Он так и не смог последовать совету Бисмарка появиться перед народом в Мюнхене и публично заявить об измене правительства. Полночь 12 июня в Нейшвенштайн прибыла новая комиссия и, воспользовавшись предательством одного из лакеев короля, проникла в замок. Главный из них, профессор Бернхард фон Гуден, имел медицинское заключение, подписанное четырьмя врачами и содержавшее решение о содержании в клинике для психически больных. Первым пунктом являлось то, что Людвиг II настроил чрезмерное количество никому не нужных замков, потратив огромное количество денег из государственной казны. Вторым пунктом было обвинение в неучастии Людвига в жизни собственной страны. И третьим пунктом врачи указали гомосексуальную ориентацию Людвига II. По мнению Юлиуса Дизинга, 30 лет прослужившего управляющим замка Нейшвенштайн и написавшего книгу «Король Людвиг II. Жизнь и смерть короля». Король был тайно схвачен и в 4 часа утра 12 июня перевезен в замок Берг. Он был захвачен в собственном замке в одной из башен, ключи от которой, как уверен его лакей, были утеряны, но вновь нашлись. И король решил проследовать свои покои через эту башню, где был скручен и под покровом ночи вывезен из замка. Опекуном Людвига и принц-регентом был назначен его дядя Луит Польд. Смерть на Штарнбергском озере. Около 18 часов 30 минут 13 июня 1886 года Людвиг отправился на прогулку в замковый парк с профессором фон Гуденом. Профессор по невыясненным причинам отосла у двух сопровождавших их санитаров обратно и дальше они с королем пошли одни. Больше живыми их никто не видел. Когда они не вернулись к 8 часам, начались их поиски. Их тела обнаружили в воде Штарнбергского озера на мелководье около 23 часа того же дня. По официальной версии доктор пытался предотвратить самоубийство короля и при этом утонул сам, но эта версия вскоре подверглась сомнению. Король был более чем адекватен и не выказывал никаких признаков сумасшествия. По другой распространенной версии это было политическое убийство неудобного и неуправляемого короля. Его спешно убил на второй день госпитализации именно по причине того, чтобы не допустить назревающей независимой экспертизы его вменяемости, которая могла вернуть его на трон. А профессор мог проговориться о заинтересованной стороне и потому также стал жертвой инсценировки самоубийства. Точная картина произошедшего тем вечером на берегу Штарнбергского озера осталась неизвестна еще и по причине множества путанных показаний в докладах полиции. Данных прессе в разное время о деталях расследования отпевания короля проходило 14 июня 1886 года. Карета с гробом прибыла в Мюнхенскую резиденцию ранним утром 15 июня. Людвиг II похоронен 19 июня 1886 года в усыпальнице церкви святого Михаила. Замки сегодня посетители платят дань уважения королю Людвигу, посещая его могилу, а также его замки. Как ни странно, те самые замки, которые, как говорили в то время в Баварии, были пустой тратой денег со стороны короля и разоряли бюджет. Сегодня стали сверхприбыльными туристическими достопримечательностями для Баварской федеральной земли. Дворцы, переданные государству сыном Людвига III, наследным принцем Руприхтом в 1923 году, уже многократно окупили себе и каждый год привлекают в Германию миллионы туристов со всего мира. Замок Найшвенштайн Король Людвиг поделился своими идеями о строительстве нового замка с Рихардом Вагнером в 1868 году. Первый камень в основании замка был заложен 5 сентября 1869 года. Дворец замка, ставшего излюбленной резиденцией Людвига, был готов в 1884 году. Замок украшен изнутри также сценами из любимой оперы Людвига «Лаэнгрен». Королевский дом на Шахене в 1869-1872 годах в горах Виттерштайн по указанию Людвига был построен альпийский деревянный дом на горе Шахен. С середины 1870-х годов Людвиг проводил здесь в уединении свой день рождения. В скромном доме на втором этаже находится оформленная в восточном стиле турецкая комната. Замок Лендерхов Замок Лендерхов был построен в 1874-1878 годах на месте так называемого «королевского домика» его отца Максимилиана II. Замок Лендерхов является самым маленьким из трех построенных Людвигом замков, но единственным, достроенным до конца. Для его освещения была построена первая в мире тепловая электростанция. Людвиг проживал в этом замке длительное время. Замок Херен-Кимзи Людвиг приобрел остров Херюнин-Зеленокимзи 26 сентября 1873 года. Здесь Людвиг планировал возвести полную копию Версальского дворца Людвиг II в современной культуре. О короле Людвиге его жизни и смерти сложено много народных песен. Одна из инструментальных композиций альбома «Х» выдающегося немецкого музыканта Клауса Шульца посвящена Людвигу II. До настоящего времени в Баварии существует общество почитателей Людвига II. Жизнь короля неоднократно становилась сюжетом кинофильмов. В 1930 году фильм «Ульяма Дитерли» «Людвиг II» «Баварский». В 1955 году режиссер Хельмут Кутнер снял фильм «Людвиг II» «Блеск и падение короля» Фишером в главной роли «Международное признание» получил фильм «Лукино Висконти» Людвиг 1972 года с Хельмутом Бергером в заглавной роли. В том же году немецкий режиссер Ханс-Юрген Зиберберг снял фильм «Людвиг. Реквием по королю девственнику». В 1993 году швейцарские кинематографисты Фоско и Донателло Дубини сняли картину «Людвиг 1881», где главную роль спустя 20 лет вновь исполнил Хельмут Бергер. В 2001 году в Германии был снят многосерийный фильм «София. Страстная принцесса» Стония Ранга в роли Людвига II. В 2012 году на экран вышла немецкая историко-биографическая драма режиссера Фемна Элиппе «Зера» Людвиг Баварский. В роли Людвига снялись Сабин Тамбрея и Себастьян Шеппер. Немецкая писательница Анета Кольп написала в 1947 году роман «Король Людвиг II Баварский» и «Рихард Вагнер». Испанский писатель Уис Антонио де Вильена написал роман о короле «Золото и безумие над Баварией». В 2000 году появился мюзикл «Людвиг II» «Тоска по раю». Сюжеты компьютерной игры «Габриэл Найт 2» забиствительно использованы как реальные факты из жизни Людвига II, так и баварские легенды о нем. Продолжение следует...